Генеральный партнер проекта цифровое телевидение IDTV. Твое персональное телевидение. Слово мы, вся наша жизнь, вопросы и ответы. Вам нравится? Да. Об интервью с героем моей сегодняшней истории я мечтала давно. Ведь он, пожалуй, самая яркая звезда казахстанского кино и все время занят. Одна главная роль сменяет другую, и в наступающем году нас ждет сразу несколько громких премьер. Главная из которых в фильм так сложили звезды. Я думаю, вы уже догадались, что герой моей сегодняшней истории актер Берри Кайджанов. Берри Кайджанова придирчиво оценивая каждый свой жест и каждое слово. Быть чрезвычайно дотошным в работе, самокритичным и въедливым – это, пожалуй, его основные характерные черты. Этот год уходящий был в плане работы достаточно плодотворным. Верно? Выяснилось сразу в нескольких картинах. Это и Аманат, и так сложились звезды. Что еще? Дорога к матери Ахана Сатаре. Адель Аскар Бесембин. Ну и крайний мой проект. Это Сергей Снежкин. Так сложились звезды. А как вам кажется из этих всех проектов, который был наиболее затратным, наиболее тяжелым? Наверное, все-таки сниматься в драме тяжелее, чем в комедии, либо в других жанрах. Это можно как-то приплести к своей жизни, где-то можно параллели найти. Наиболее сложно мне удалось, так сложились звезды, работать со Сергеем Снежкиным, так как на этот проект я пришел абсолютно обессилевший, уставший, истощенный, можно сказать. А там такая ответственность? Ну, ответственность, она всегда присутствует, неважно, что ты играешь, какого режиссера. Но больше всего ответственность была, так как это российский режиссер, и мне хотелось показать уровень наших казахстанских, казахских актеров. Хотелось, чтобы о нас сложилось очень хорошее впечатление именно в профессиональном плане. Нет! Я не больной! Давай, давай, ты друг, убей! Нет! Нет! Убей! Он редко бывает доволен собой, всегда считает, что мог бы сделать лучше, сыграть ярче, глубже. К удивительной самодисциплине требовательности его приучил отец. А если говорить о воспитании со стороны родителей, оно было строгим или более демократичным? Мой отец был до глубины души просто добрейший человек. Он показал наглядным примером, что есть еще другой мир, который открывается не всем. Это мир книг. Так, лет в семь, наверное, я подошел, говорю, папа, почему ты все время читаешь? Он читал все время. Это книга была. Я говорю, ааа, интересно? Я говорю, да, очень интересно. И тогда я его взгляд увидел. Обычно же отмахиваются от детей. Ну, да, интересно, конечно. А тут он отложил книгу, посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Ты хочешь читать? Да, я же умею читать. Ну, давай. Первое свое чтение я начал с подачи отца. В итоге это вылилось в большую любовь к книгам. Безумно благодарен отцу за то, что он смог это сделать, смог не навязать, а просто подать пример. Углубляясь в чтение, я начал чувствовать его, я начал понимать некоторые его реакции, почему так. Отец мой был очень добросердечным человеком, человеколюбивым, очень порядочным, настоящим. Не было никогда враня, ни лукавства. Говорил, как есть. Но больше молчал. Мама моя была воспитательницей в детском саду. Моя мама – это, по-моему, источник света, нежности, тепла. И любви. Это нечто волшебное и святое, загадочное. Просто не поддается никакому пониманию. Это нужно только чувствовать. Можно чувствовать любовь. И звание. Моя мама – очень добрая женщина, добрый человек. Берег вырос в многодетной семье, и среди пятерых братьев и сестер он средний. Как шутит сам, золотая середина. Никто в его семье не имел отношения к творчеству. Пожалуй, только бабушка, которая была талантливым акыном. Ее очень часто звали Найтасы. Мне очень интересную историю мама рассказала. Ага. Спустя очень много лет после кончины отца. И, в общем, она идет на какое-то мероприятие. То ли то, и то ли еще что-то, какой-то юбилей. И она там невзначай коснулась председателя колхоза. А времена были смутные. Это от 30-х до 40-х годов. То есть коснулась каким-то образом в песне, да? Да, в песне своей. То, что она думала, то и сказала. Видимо, невидимо, факты говорят сами за себя. Этого председателя через два дня, если я не ошибаюсь, через два дня, в общем, НКВД забрало. И мой дедушка, видимо, был очень зол на мою бабушку. После этого бабушка перестала петь. Он никогда не мечтал об актерстве. Сменил множество самых разных профессий. Пока, наконец, не понял, что все его дороги ведут в кино. Он поступил в Академию искусств имени Жургенева. И практически сразу получил предложение о работе в этом театре. Театре имени Мухтара Уэзова. Смотрите фильмы с участием Берри Кайджанова на Айди Ти Ви. Что может быть приятнее, чем вечер в кругу семьи за просмотром любимого фильма? Видеотека Айди Ти Ви. Фильмы на любой вкус. Выбирайте видео по запросу. Или можете сразу подписаться на пакет. Выбирайте подходящий фильм. Нажимаете описание и покупка. И вводите код 4 единицы. Позже вы можете сменить его самостоятельно. И все. Наслаждайтесь. Цифровое телевидение Айди Ти Ви. Твое персональное телевидение. Ты кто такой? Думаешь, я буду молять о пощаде? Не дождешься. Сдохнет вы. Берик, вот ваша театральная биография, она в принципе не менее богатая, чем кинематографическая. Вы здесь играли и Абиша, сына Абая, и Лаэрта. Еще какие роли вы бы выделили? Сколько вообще лет жизни было этому театру посвящено? Служение именно этому театру, государственному академическому театру имени Мухтара Уэзова, я отдал 11 лет своей жизни. Много. Я знаю, что вообще изначально, в начале своей карьеры, вы хотели стать актером русской драмы. Это был жест утопающего, так как я знал, что, ну, кого я смогу играть в русской драме. Один раз от Элла сыграл, соленого, гримированного, может быть, цыгана. Ну и на этом закончилась моя творческая карьера в театре. А работать в казахской драме языковой барьер, да, Миша? Я во сне даже не мог представить, что я буду в казахском драматическом театре имени Ауэзова работать. Так как изначально, придя в академию, я сразу хотел задать документы на киноактера. Но я не предполагал, что там есть казахская группа и русская группа. Но здесь еще и супруга вам хорошо помогла, да, насколько мне известно? Вы с ней познакомились в академии. Да, абсолютно верно. Правда, не из-за каких-то меркантильных побуждений, не из-за выгоды какой-то языковой в данном случае. Мы с ней как-то познакомились, ну, на одном курсе учились. В общем, моя супруга, правда, помогла мне с языком, с родным языком. К моему стыду я после знакомства с ней, я начал говорить и зенитаться на казахском. Очень старался. Видимо, мои старания еще не были такие прям рьяные. Мне бы хотелось бы большего достичь. Но все в руках наших. Но, тем не менее, не могу не отметить, что на третьем курсе пришел куратор наш, и мой преподаватель Есмухан Бабаев сказал, «Все, от тебя я забираю в русский театр». И мне стоило сказать одно слово. Я сказал, «Асфамальт ма калн сгалай шашанчжхсаба», и все. Ну, примерно. Я благодарен этому человеку, потому что у меня была позиция совсем другая. Я думаю, все-таки люди мудрые, очень мудрые, они никогда не покидают меня, наставляют на путь истинный. Ставят на тропу, которая действительно мне нужна. Кука, ты чем вообще занимаешься? Отец недоволен. Ты гуляешь целыми днями. А мне все это выслушали? Не, ну я же работаю. Знаю, как ты работаешь. Шатаешься по ночам. Ваша такая одна из самых ярких и первых ролей, когда, наверное, о вас узнал весь Казахстан, в фильме «Агаинда». Вы помните то ощущение, когда фильм вышел в прокат, и вдруг вас стали узнавать? Да, конечно. Оно принесло некое моральное удовлетворение? Во-первых, он снят на пленку, кинопленку. Это 16 миллиметров. Это даже интерпретируется не как телесериал, который нынче снимают. Это был многосерийный художественный фильм. Он, правда, оставил у меня очень глубокие впечатления. Это был мой, наверное, шанс. До этого у меня были проекты, и они были не очень успешны. Это, мягко говоря, я даже не... Но они не вышли, собственно, в прокат. Это меч Мохамбета, по-моему, да? Меч Мохамбета, час Волка, Рымбек Альпиева, застава, Мустафа Шокая. 20 человек хватит! Снайперы, гранатометчики. Лишних не надо брать. Ты не жадничай, ты не жадничай. Как унесете? Там тысячи килограмм. Унесем! Только пуштунов не бери. Мы с ними перегрыземся. Эти 3-4 проекта, они мне дали, наверное, понять, что мне нужно уходить из этой профессии, потому что это не мое. У меня были такие адские сомнения, такая неуверенность, что хотелось просто сменить профессию и идти работать кем-нибудь, кем попало. Мы об этом говорили и с куратором, и с друзьями, с моими близкими. Правда, очень страшно, боязно, когда 8 лет твоей жизни потрачено на образование, и оказывается, что это все впустую. Правда, было очень горько от неправильного выбора, от неправильного исполнения, от неправильной поставленной задачи, не очень понятного подхода к этому, потому что тогда я был абсолютно творческий, но абсолютно не знающий и не умеющий ничего. От этого было горько. Было горько от своей беспомощности, беззащитности. Неспособности что-то изменить, повлиять, да? Да. Было ужасно горько. Я не буду вдаваться в подробности, что я в этот промежуток времени делал. Года три я ходил в таком состоянии. На тот момент я существовал в театре. Мне было стыдно за все, что я делаю. Мне было ужасно горько за то, что я выхожу на сцену и кланяюсь зрителям. Салта. Я не могу потерять ее. Этот период разочарования в выбранной профессии в самом себе был переломным в судьбе Беррика Эджанова. Но вместе с горечью пришло переосмысление, невероятная ответственность, самоотдача, которая в будущем станет залогом успеха. Ведь в самой зависимой профессии, профессии актера, никогда нельзя быть уверенным в том, что роль, которую ты играешь, сегодня не станет последней в карьере. По прошествии трех лет, по-моему, с 2005 до 2008 года, на «Казахфильме», в околокиношных руках, на мне крест поставили, как на актере. И, видимо, это стимулировало, какая-то мотивация произошла. Как? Я не могу. Хотя это больше было от того, что я мало знал, мало видел, мало жил, мало снимался в кино. Это я так сейчас оправдываю себя. Но на самом деле не без лени. Тоже бывает, схватывает такая горячка. Потому что, о, раз я получил эту роль, то, значит, всё хорошо. Сейчас можно спокойно жить, радоваться. А потом, потом будь что будет, как всегда, на авось. Эгэй, вперёд! А потом был такой большой длительный перерыв. Года три меня никуда не звали. Абсолютно ничего. Никаких предложений. Хотя и в тот момент особо кино не снималось, но, тем не менее, по-моему, самолюбию это так ударило. Жёстко, очень жёстко. Было и самоедство, и самобичевание. Абсолютно всё. Я жил в театре. Благо, спасибо моему коллективу, спасибо труппе, спасибо руководству. Потому что они достаточно лояльны и толерантно относились ко всем моим проступкам, поступкам. Именно в этот нелёгкий момент, на протяжении трёх лет, первое моё предложение о каком-то телепроекте, я даже молчу о кино, меня пригласили на пробы, на кастинг Кахану Сатаю. Правда, горечь была настолько велика, что я не был ни неуверен, мне было настолько всё безразлично. Кино, ну и ладно. В глубине души, конечно, самолюбие и тщеславие клокотало, просто прям рвалось наружу. Вы абсолютно ясно должны понимать, что такое бытовая жизнь, что такое обеспечить семью, что такое только-только начинающему кому-то, пусть даже с образованием, с дипломом, начать какую-то новую жизнь, когда нет никакой поддержки, извне, ничего абсолютно, только ты один на один с жизнью, один на один просто со всем миром. Были тяжёлые моменты, доходило до такого маразма, что иногда я ходил со своим удостоверением личности, ходил по аптекам, чтобы взять лекарства, либо смесь, либо памперс в долг моему сыну, первенцу. И такие моменты были. Сейчас, по прошествии десяти лет, то, что тогда мне показалось непреодолимой преградой, сейчас это мне очень помогает. И это всегда при тебе, это всегда в твоих глазах. И именно в такой момент меня пригласили на пробы к Ахану Сатаеву с предложением сняться в фильме о Райнде. А тебе бы учиться, учиться и учиться. Понял? Да, как я понял. Давай, побыстрее, а? Сейчас, секундочку. Давай. Опа! Позавишь медведь. Потом в тандеме с Аханом Сатаевым они снимут ещё не один фильм. Это и нашумевший ликвидатор, жалжу Рикман Бала, и готовящийся к прокату лента «Дорога к матери». А ещё Аманат Сатыбалды Нарымбетова, возвращение Ва Кончаловского, и многие другие. Так Берик Айджанов, в успех и талант которого верили немногие, стал одним из самых востребованных актёров страны. Но к обрушившейся на него славе Берик Айджанов был готов, созрел для этого, поэтому окрылённый успехом не сирял головы и помнил все уроки, которые преподнесла ему судьба. Ходишь на пробы, неважно к кому, это будет студент, неважно, именитый режиссёр, наш режиссёр, которого ты знаешь, с которым ты работал. Всегда нужно подходить к этому серьёзно. Я этот урок на всю жизнь усвоил, буквально недавно. Я понял, что халатно относиться либо с доверием, с долей наивности. Это же режиссёр знает, как я работаю. Сейчас можно не выкладываться, наверное. И это непростительная ошибка, непростительная в творчестве, в мире профессионалов. Берик, помимо склонности к самоедству, к огромной иммунительности и требовательности к себе, я для себя пока вас до конца не открыла. А вы бы ещё какие качества сюда добавили? Вот попробуйте описать себя. Ты обращаешься со мной, как с какой-то несловесной игрушкой. Да ты и есть игрушка! Моя игрушка! И причём не дешёвая! Слушай, какие проблемы! Пошёл отсюда! Каждый человек, я думаю, анализирует себя. Кто он, что он, зачем? Что можно было бы сделать? Вот этого можно было бы не делать. Каждый, я думаю, анализирует, даёт какую-то оценку своим поступкам, своей жизненной деятельности, профессиональной, неважно. Я... Опять я начал с я. Всё-таки мужчины эгоцентричные, законченные эгоисты. Я искренне скажу, я неплохой человек. Не только из-за того, что я никому не желаю зла. Мне бы хотелось, чтобы все жили дружно, мирно. Конкретно мне, переходя к моей персоне, мне очень не хватает, наверное, работоспособности. Я очень быстро устаю. Я очень нелёгок на подъём. Где-то ленивый, по-моему, присуще. Очень сложно в это вериться, учитывая количество работ и фильмов, которые выходят с вашей начальни. Ощущение, что вы вообще не отдыхаете. Что помимо работы может доставить вам радость? Наши дети. Смотришь на них и думаешь, всё-таки ты хоть что-то правильно сделал. А чем они вас удивляют? Удивлений очень много. Допустим, старший один раз мы едем в школу, говорит, пап, можно я тебе кое-что скажу? Давай. Я влюбился. Это, по-моему, во втором или в третьем классе? А, хорошо. Я в своём, надо на съёмки ехать, видеопробы или что-то такое. Я в голове свою. А, всё, хорошо, молодец. Бывает такое. Я ещё в садике влюблялся, ничего страшного. Хорошо? Угу. Как зовут? И сзади прозвучало Бахчан. Я побелел и на Фурманово просто там же нельзя останавливаться. Везде мои жёлтые полосы либо автобусные остановки. Я останавливаюсь. Правда, у меня сердце сдавило так. Я стал настолько бледен. Сзади просто сын на меня смотрит. Папа, ты подумал, что я такой? Ставь. Нет, нет, нет. И он сразу чуть ли не плачет. Говорит, пап, у нас два Бахчана есть. Одна девчонка, один мальчик. Думаю, да. Удивил, так удивил, да? Вопросы задают очень неудобные. Допустим, дочка после двух-трех проектов. Я живу, мы живем на четвертом этаже. Выходя из дома, говоришь, Балапандар, Алмикеттам. И они такие, папа, пока, пока, пока. Все закрывают дверь, все хорошо. Я спускаюсь до второго, слышу скрип, тем более я нехозяйственный, у меня дверь скрипит до сих пор. Такой скрип, открывается дверь, я точно знаю, что это наша. И дочка папа, ешь к менсиспе. В завершении нашего разговора, знаете, мы говорили только что о качествах, и я сказала, что заметила в вас очень сильную такую требовательность к себе, самоедство, но при этом я заметила удивительную скромность, и вот, несмотря на вашу популярность, и талант, и востребованность, вы очень скромны. И вот единственное, чего бы мне хотелось пожелать вам по завершению эту программу, чтобы вы оставались таким как можно дальше. Ну и, конечно, прекрасных проектов, хороших ролей, благодарных зрителей. Спасибо, моя. Мне очень было приятно, вам творческих успехов, у вас очень такая трогательная программа, передача, мне она импонирует, очень всегда хорошо, со вкусом выбранная музыка, ну и, естественно, ваш томный взгляд и ваш голос. Как прошла встреча? Отлично. Моя, моя, моя история любви. Моя, моя, моя история победы. Что значит слово «я»? Отдая слово «мы» вся наша жизнь вопросы и ответы. Генеральный партнер проекта Цифровое телевидение IDTV Твое персональное телевидение